Всем привет! Продолжаем гулять по миру. Хочу показать вам базилику Санта Джустина. Находится она в город Падуе. Падуе город мне тоже понравился. В Италии мне все нравилось. Так вот, базилика Святой Джустины освящена в честь Святой Джустины, римской девушкой, которая погибла в 304 году во время гонения на христиан. В 11-12 веках на территории кладбища, прилегающей к монастырю Святой Джустины, Падуе, обнаруживались мощи разных святых. Так вот, обнаружили саркофаг. Внутри были мощи в 1177 году. И появилась версия, что это мощи Святого Луки. Обратились к папе Александру Третьему, который находился в тот период в городе Феррара, с прошением об установлении принадлежности этих мощей к Святому Луке. Ну, немножко слов о Святом Луке. Уроженец Антиохии, сирийский апостол, автор Евангелия от Луки, идея несвятых апостолов. Сподвижником святого апостола Павла он является. Был врачу. Церковное предание приписывает ему написание икон Божьей Матери. Поэтому его называют первым иконописцем и святым покровителем живописцев. Согласно легенде, так как Лука был художником, он написал очень много портретов Девы Марии и Иисуса, многих обратил в христианство. Большое число изображений Девы Марии, хотя по некоторой версии и безосновательно, приписывают именно ему. Его атрибуты – это крылатый бык. И именно вот этого крылатого быка, эту печатку нашли на саркофаге, приписывая захоронение Святому Луке. Первая христианская церковь на этом месте была построена в VI веке. Впоследствии церковь неоднократно перестраивали, что-то надстраивали, что-то ремонтировали. Интерьер создавался во второй половине XVI века. Алтарь и хоры базилики авторства Паула Веронеза – это один из крупнейших видных живописцев венецианской школы. Кстати, здесь хранится его икона мучения Святой Юстины. Базилика Санта Джустина принадлежит числу крупнейших церквей Италии. Длина – 122 метра, ширина – 82 метра. Считается девятой в мире по величине. Колокола базилики являются национальным достоянием Италии. На колокольне хранятся семь редких и ценных колоколов, каждый из которых чемпион в своем весе, если можно сказать так. Колокола базилики отливались в 1733 по 1957 год. Не так и давно. Так вот, говоря о мощах Святого Луки, это захоронение, которое нашли здесь, на месте церкви. Так вот, в 2000 году, 18 октября, в ПАДА и состоялся международный конгресс, посвященный Святому Евангелисту Луке, который, в общем, делал различные научные исследования, и они сводились к следующему. Потому что то, что обнаружили вот в этом саркофаге, а именно скелет цельный, принадлежит человеку ростом 163 сантиметров, умершего в возрасте между 70 и 85 годами. Череп привезен на Испраге. А фактом остается, что бенедиктинские монахи этого монастыря, начиная с X века, особыми ритуалами почитают святые мощи, и в 1313 году монахи создают мраморную гробницу для хранения свинцового саркофага, из которого в 1354 году по настоянию Люксембургского императора и короля богемии, Карла IV глава Луки передается в дар городу Праге, являющаяся в ту пору в столице империи. Поэтому, видимо, и совмещали позвонки с черепом, который был привезен из Праги для исследований. Анатомически совпадает с первичным мозговым позвонком всем скелетом, что доказывает принадлежность двух частей одному и тому же человеку. Так написано в заключении. Анатомические исследования установили различные болезни, хорошая сохранность костей, свидетельство о неоднократных их консервации на протяжении столетий. Кстати, в саркофаге была обнаружена различная утварь, которая относится к древней эпохе. Все равно до настоящего времени история перенесения мощей святого Луки в Паду является загадкой для многих церковных исследователей. Ну вот, пожалуй, наверное, на этом я и закончу маленький экскурс по базилике Санта-Джустина, который находится в Падуе, где находится захоронение мощей святой Иустины, Джустины по-дуански, мощей святого Проздоция и мощей евангелиста Луки. Красивая, конечно, церковь, есть на что посмотреть, поэтому будет возможность у кого-то побывать в Падуе, Италия по базилике Санта-Джустина. Ее как бы со всех сторон видно. Ну вот и все. Всем пока, всем привет, до свидания. Сегодня я вам показал уранство базилики Санта-Джустина в городе Падуе, Италия. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Пока-пока. Санта-Джустина Санта-Джустина